Приветствую тебя, друг! В данном ролике мы рассмотрим невероятную партию, сыгранную вчера на турнире Champions CS Tour между действующим чемпионом мира Магнусом Карлсоном и Хикару Накамурой. В этой встрече Магнус играл белыми и пошел вперед ферзевой пешкой. Черный отвечает развитием коня. После начальной ходу на доске получается отказанный ферзевый гамбит. Черный устанавливает пехотинца в центре доски. Белый развивает фигуру по направлению в центр. Черный готовит рокировку в короткую сторону. Магнус выводит чернопольного слона за пределы пешечной цепи. Накамура спрятал короля в безопасное место. Карлсон открывает дорогу для развития белопольного слона, а черный развивает своего коня. Ходом слон Е2 белый подготавливает рокировку в короткую сторону, а черный в свою очередь сдаёт центр для того, чтобы использовать ранний выход этого слона. Теперь белым придется потратить темп для того, чтобы отыграть пешку на поле С4. И за это время черный успеет нанести какие-то контрудары. Либо Ц5, либо развить своего чернопольного слона на большую диагональ. Белый не спешит отыгрывать пехотинца и делает рокировку в короткую сторону. Накамура жадно защищает пешку на поле С4. Магнус набрасывает свою пешку на ферзевом фланге для того, чтобы сбить коня с оборонительной позиции. Черный препятствует на движению белой пешки, но при этом в какой-то степени ослабляет поле Б5. Магнус использует свое пешечное большинство в центре доски и увеличивает пространство. И здесь заслуживал внимания ход слон Б4 с угрозой взять на С3 и выиграть пешку на поле Е4. Это было сильнейшим продолжением. Ход Ц5 хуже, поскольку теперь черный беспросветно ослабляет поле Б5, куда сразу направляется белый конь. Итак, Магнус сыграл конь Б5, нападая на слабые черные поля и создавая угрозу выигрыша фигуры продолжением слон Ц7. Накамура защищает поле Ц7 своим конем, но как говорил Зигберт Тараш, конь на краю, позор на голову твою. Магнус Карлсон меняется на поле Ц5, прощупывает слабые черные поля и согласен поменять ферзей. Именно сюда необходимо было идти Накамуре, то есть поменяться на поле Д1. Есть такое правило, что при пространственном преимуществе соперника выгодно менять фигуры. Итак, после взятия на поле Ц5 у белых преимущество, они отыгрывают пешку, затем нападают на слабые черные поля. Также у них большой перевес в развитии, но черными можно обороняться. Ход конь Д7 в партии гораздо хуже, поскольку теперь белый отыгрывает во-первых пехотинца, черный забирает на поле Ц5, белый соединяет между собой ладьи и тем самым заканчивает дебют. И хотят создать рентген против вражеского ферзя. В то же время фигуры черных занимают крайне удручающие позиции, нарушая взаимодействие черных ладей. Был сделан ход ферзь Е7 в попытке как-то развиться. Белый увеличивает пространственные завоевания, вбивает клин в позицию черных, берут еще раз под контроль поле Д6, а также вскрывает диагональ для своего ферзя. Угрожает вторжение белой фигур на поле Ж5, Накамура защищается от данной угрозы продолжением А6. Белый захватывает открытую линию, черный нападает на слона. Магнус Карлсон уводит слона на поле А2 и создает угрозу построения матовой батареи против черного короля. Американский шахматист пытается откупиться пешкой. Он напал на слона, при этом жертвует пешку на поле Д5. Но белым не стоит проявлять жадность, поскольку после взятия на поле Д5 черные пойдут Б6, у них преимущество двух слонов. Дальше они могут фианкетировать слона на большую диагональ и иметь определенные виды на компенсацию. Но чемпион мира играет жестко в кость. Слон Б1 создавая угрозу мата в один ход и как защищаться от этой угрозы. На продолжение Ж6 черный теряет пешку на поле А6. Приходится, видимо, делать ход Ф5, который ослабляет уже комплекс белых полей вокруг черного короля. Белый забирает на проходе на поле Ф6. Черный берут на поле Ф6 конем. Теперь Магнус уводит из-под боя своего слона, создавая давление на королевском фланге. Наконец-то Накамура заканчивает развитие фигур, соединяет между собой ладьи. Но слишком поздно. Теперь Белый меняется предварительно на поле Ф6 и устанавливает еще одну ладью на полуоткрытую линию. Максимальная централизация. Попутно создавая угрозу выигрыша фигуры на поле Д5, используя связку по линии Е. Но и в этой крайне тяжелой для черных ситуации необходимо было пойти КБ6, защищаясь от угрозы взять на Д5. У Белых здесь огромный стратегический перевес. Слабая пешка на поле Е6 в стане противника. Слабый комплекс белых полей, слабый черный король, слабость на поле А6. Но по крайней мере черные еще могли как-то затянуть сопротивление. В партии же Хикару Накамура допускает фантастический просмотр. Он вводит ферзя из-под рентгена белый Л1, но при этом зевает фигуру на поле С5. Большая редкость в творчестве такого великого шахматиста. Особенно если учесть, что у него на часах еще оставалось целых 2 минуты. Ну и получив ответное ферзь С5, Хикару сразу же признал себя побежденным. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой партии, по поводу зевка Хикару Накамуры. Ну и также не забываем ставить лайки и подписываться на обновление канала. Бьем в колокол и до скорых встреч.